В постановлении главы государства о дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания определённый ряд задач по обеспечению непрерывности учебных программ и предметов дошкольного, общего, среднего, профессионального и высшего образования. За прошедший год с привлечения международных и местных экспертов подготовлены концепции по 21 предмету и национальные учебные программы. В рамках работы, проводимой для обеспечения реализации этих задач, в Государственной инспекции по надзору за качеством образования состоялся образовательный форум, посвящённый презентации концепции обеспечения преемственности в непрерывном образовании Республики Узбекистан и национальных учебных программ. Работа в этом направлении идёт на уровне. К примеру, только за последний год Государственной инспекцией по надзору за качеством образования совместно с соответствующими министерствами были привлечены порядка 400 опытных экспертов. Так какие же задачи обсуждались в ходе образовательного форума? В Узбекистане требования к навыкам и компетенции быстро растут во всех секторах. Но в то же время отрасль страдает от серьёзной нехватки квалифицированных кадров. Мы считаем, что реализация концепции непрерывного обучения в образовательном секторе Узбекистана является особенно своевременной. Да, единая концепция обеспечения преемственности в непрерывном образовании хватило 21 предмет. 65 научных и образовательных организаций провели соответствующую экспертизу и переняли самое лучшее у зарубежных коллег. Учитывались все программы зарубежные, то есть российские программы, Финляндия, европейские, азиатские. Из всех этих программ разрабатывалась программа, которая наиболее соответствует нашим стандартам. Основная задача наша какая? Чтобы в школе были подготовлены школьники, которые удовлетворяли требованиям обучения в УЗах. В УЗы готовили бы нам специалистов, которые соответствовали бы интересам промышленности и научных организаций. Примечательно и то, что данный форум предоставил шанс обменяться опытом с финскими коллегами в онлайн формате. Следует отметить, что учебные программы будут внедрены в образовательные процессы в качестве эксперимента. Так в чем же, собственно, будет преимущество данной концепции? После того, как будут приняты вот эти все документы, учителю школы или преподавателю ВУЗа будет настольная книга, которая будет разъяснять, как он должен проходить каждый предмет. Это будут настольные пособия для каждого преподавателя ВУЗа или школы. То есть это самая важная часть. И по 21 предмету была разработана огромная программа. Форум включал и церемонию награждения членов и экспертов рабочей группы, которая внесла свой достойный вклад в разработке концепции обеспечения преемственности в непрерывном образовании.